Привет! Видео без лишних слов и таинственная бородавка, а также интересный и легкий способ ее удаления. Вначале нам необходимо все же разобрать, с чем именно мы имеем дело. Видим, что палец стал расти как будто в другую сторону, и этот нарост жутко мешает при ходьбе. Каждый раз прижимается соседним пальчиком. А за счет чрезмерного, а главное постоянного давления, эта штука стремительно растет. На первый взгляд это напоминает бородавку, но так ли это? Разберемся немного позже. Вначале соберем анамнез и очистим ножки клиента. Я беру влажное полотенечко. Для взаимного комфорта как клиента, так и мастера, перед процедурой педикюра предложите клиенту влажную салфетку. Так клиент будет чувствовать себя уверенней, ведь ножки могли вспотеть или запачкаться в тот момент, пока клиент до вас добирался. Так случилось и в нашем случае. Пока клиент дотопал, ноги запачкались. Но в этом нет ничего криминального. Тщательно протерев ноги клиента, приступаем к осмотру. Многие подумали, что это бородавка. А я склоняюсь к тому, что это обычный натоптыш, но максимум со стержнем. Такие часто возникают именно на ногах, когда человек носит узкую обувь. Четвертый пальчик попадает под третий, и третий во время ходьбы усердно давит на него. Вследствие и получаются такие сюрпризы. Но я могу ошибаться, поэтому вскрываю крафт-пакет, чтобы, так сказать, углубиться внутрь натоптыша. Беру кюретку, и именно ею поковыряю внутренность натоптыша. А там меня будет ожидать сюрприз. Итак, при любом раскладе необходимо срезать всю мертвую кожу. Она отличается от здоровой по цвету. И это вот такая огромная часть. А теперь заглянем внутрь. Как я и предполагала, это всего-навсего какая-то грязная верхушка. Но здесь не просто пыль, как можно было подумать. Здесь что-то вязкое. Я бы сказала, какая-то еда, или помада, или краска. Я не знаю, что это, и как оно сюда попало, но выглядит отвратительно. Помощником в сегодняшней моей работе будет безопасная ручка для лезвий. В руке сидит очень удобно и подходит для всех типов лезвий с вариантом крепления номер 3. Для того, чтобы закрепить лезвие, необходимо раскрутить верхушку, где разойдутся два боковых крепления. Работать сегодня буду не с обычными лезвиями, а с полыми. Они намного безопаснее и удобнее в работе. Отличаются размерами. Более широкие используются для удаления больших натоптышей, например, на плюсневой части стопы. Обязательно при клиенте вскрываем одноразовое стерильное лезвие. Полое лезвие от обычных отличается своей формой. Оно имеет небольшой изгиб и похоже на ложечку. Такие лезвия более безопасны и удобны в работе. В сегодняшней работе мне подойдет размер лезвия номер 4. И этой ложечкой я прямо выколупаю и вычищу все, что необходимо. Ведь никакой бородавки нет, а это счастье. Для полного вооружения вставляю лезвие в ручку. Проверяю, чтобы все стояло как надо и лезвие было ровно вставлено в ручку. Затем с легкостью закручиваю верхушку и фиксирую плотно лезвие. Оно ни в коем случае не должно шататься. Полыми лезвиями можно работать и на сухую, но по мокрому идет мягче. Поэтому я буду использовать сегодня мягкое лезвие. Это гель-кератолитик для удаления мозолей и натоптышей. Как раз то, что сегодня нам необходимо. С помощью удобного дозатора капаю каплю средства на перчатку. И с помощью шпателя наношу средство лишь на участки мертвой кожи. Далее ногу необходимо окунуть в воду на 10-15 минут. Но я беру обычный ватный диск с моченой водой. Можно использовать теплую мыльную воду. Этот ватный диск прикладываю к пальчику. И оставляю на 10-15 минут. По истечению заданного времени убираю ватный диск с остатками средства. Далее действие необходимо нейтрализовать. Это можно сделать как специальным средством для нейтрализации, либо обычной водой. Сбрызгиваю палец обычной водой и тщательно протираю. А теперь смотрим на внутрянку. Как видите, здесь нет ничего, чтобы напоминало бородавку. Да, есть рыхлость и кожи. Да, есть большой нарост. Но бородавки здесь нет. Но это не значит, что внутри не может поджидаться сюрприз. Поэтому полым лезвием начинаю срез. Срезать нужно тоже правильно. Не пилить вверх-вниз, как сейчас видно на видео. Срез должен быть в одну сторону. Приподнимаем лезвие и опускаем его вниз с небольшим нажимом. Вначале работаем по контуру натоптыша. Не стараемся убрать все и сразу. Работаем постепенно. Это обезопасит нашего клиента. Поэтому вначале убираем лишь верхушку. Все остальную огрубелость будем убирать поэтапно. У многих из вас в этот момент возник вопрос. А чувствует ли клиент что-либо во время процедуры? Ведь многие боятся идти к мастерам, потому что боятся боли. Боли бояться, естественно, нужно. Но не в этом процессе. В данный момент происходит срез мертвой кожи. А мертвая кожа нечувствительна. Поэтому клиент во время среза не чувствует не только боль. Он вообще ничего не чувствует. Просто лежит и ждет, когда же это все закончится. И когда же он будет свободен. Я все продолжаю углубляться. И подхожу до центра натоптыша. Еще одна очень важная деталь в нашей работе – это собрать анамнис перед педикюром. Обязательно необходимо уточнить у клиента о наличии хронических заболеваний. Например, таких как сахарный диабет. Ведь при сахарном диабете ход действий у нас абсолютно иной. Поэтому ни в коем случае не забываем об оральных коммуникациях. Говорите с вашими клиентами. Далее предстоит много работы. Поэтому не будем откладывать все в долгий ящик. Убрав объемную часть кожи, теперь подробно видно, насколько глубоко я могу продвинуться лезвием. Сейчас вы видите процесс работы без ускорения. Внутрь углубилась я уже достаточно. Теперь необходимо убрать сухую корочку по контуру. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Контур срезали и докопали до того самого сюрприза. Здесь есть стержень и даже не один. Возможно на видео не так отчетливо видно, но позже вы обязательно увидите следы от них. Для удаления стержня можно взять лезвие немножко уже, но мне в принципе удобно работать и этим диаметром. Поэтому я продолжаю копать в области стержня. Чтобы не ранить клиента и максимально обезопасить процесс, уточняем у клиента о чувствительности. Здесь он постоянно должен контролировать нас и сообщать о своих ощущениях. Вот именно в данный момент выколупываются хвостики стержней. Далее пальчиком или любым другим безопасным инструментом нажимаем на область стержней и спрашиваем у клиента о чувствительности больно ему или уже нет. Нашему клиенту уже не больно. Теперь необходимо зашлифовать срезанную кожу. Я беру насадку и колпачок. Колпачок с абразивностью 180 грит. Он отлично справится с бахромой на коже. Ссылку на товары я скину в описании под видео. Вставляю колпачок в аппарат. Защелкиваю. Включаю мощность 10 тысяч оборотов. Ножку сбрызгиваю обычной водой. Если у вас струйный аппарат, он сам сбрызнет кожу. Такая хитрость улучшит процесс педикюра. Кожа не будет нагреваться. На струйный аппарат, к сожалению, я еще не заработала. Но все впереди. Трогаем кожу, чтобы она не нагревалась. И обрабатываем ее. Насадкой двигаемся по узору на коже. Если необходимо, добавляем воду. Она является отличным кератолитиком. Еще и натуральным. И продолжаем зашлифовку. До того момента, пока нас состояние кожи не устроит. После беру алмазную насадку шар с синей насечкой диаметром 2,5 мм. Этой насадкой зашлифовываю место стержней. Также не забываю трогать, не нагревается ли кожа. Далее я беру карбодерм крем. Это крем, содержащий мочевину. Он отлично подходит для гиперкератоза. Смягчает кожу и повышает ее эластичность. Также, если у вас проблема сухих ручек, особенно в зимнее время, это идеальный способ от этого избавиться. Концентрация мочевины в этом креме 10%. Содержанием мочевины в продукте очень важный момент, который необходимо учитывать при покупке препарата. Наношу крем на пальчик. Далее беру насадку для полировки кожи. И после этого насадкой прямо втираю крем в кожу. Так он быстрее и лучше впитается. И в то же время кожа полируется. А теперь смотрим, что же получилось. А получилось вот что. Пальчики отделены друг от друга. Здесь нет этого ужасного нароста, на который давил третий палец. Пальчик теперь выглядит, как и остальные. Здоровый, со здоровой кожей. Есть следы от стержней. Стержней было 3 штуки. Именно это и давало боль клиенту при ходьбе. И теперь этот палец без проблем. Но есть проблемки на двух соседних пальчиках. На их торцах также есть стержневые мозоли. Их я удалю с этим ужасным натоптышем на плюсне. И это вы увидите в другом видео. А пока продолжим работу с сегодняшним пальчиком. Беру овальное гелевое кольцо на клеевой основе, как раз для мозолей. А точнее для разгрузки. Это гибкая мягкая подкладка для разгрузки после удаления мозолей. Снимаю защитную часть. И клеевую основу прикладываю к пальцу. Плотно прижимаю. Разглаживаю пластырь. Его в принципе можно было подрезать, что к сожалению я не сделала на видео. Клеевая основа довольно прочная и прочно крепится к пальчику. Во время носки данная разгрузка не ощущается, так как она гелевая. Итак, смотрим, что же у нас было. А эта гадость мешала при ходьбе. Имела три стержня. И мы успешно от нее избавились. Посмотрите, сколько ненужной сухой кожи носил на себе клиент. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Дальше больше. Не переключайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok